Продолжение следует... 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 И вдруг после ее смерти вот этот факт попадает в прессу. Но нам-то об этом не говорят, друзья. Нам говорят о том, что королева до сих пор жива. И мы должны верить. Поэтому мы так и говорим, что королева, вот она жива. Мы же не можем говорить умершая королева, которая сегодня стоит на трибуне. Умершая королева, которая шла за гробом принца Филиппа. Нет, друзья, нам приходится говорить то, что говорят официально во дворце в Виндзорском. Поэтому и мы точно так же все повторяем. Когда они объявят королеву Елизавету умершей, мы не знаем. Но вот мы вернемся снова к черно-белой хронике, которые длятся, как нам показали, всего 17 секунд. На них маленькая Елизавета, которой тогда было 7 лет. В 7 лет уже приучали ее к фашистскому приветствию. В 7 лет она уже делала фашистское приветствие. Это воспитание, это воспитание всей королевской семьи. На этих кадрах мы видим, что маленькая Елизавета играет на лужайке в замке Балмораль. Рядом с ней королева-мать, дядя Елизаветы, принц Эдвард, который тоже так же с фашистами дружил, да, будущий король Эдвард VIII, и маленькая Маргарет, ее младшая сестра. В какой-то момент королева-мать поднимает руку, отдавая нацистский салют. Королева-мать не Елизавета, а королева-мать поднимает руку, отдавая нацистский салют. Елизавета, взглянув на мать, повторяет ее жест. Видно, что то же самое делает и принц Эдвард. Вся семья отдает нацистский салют. Предполагается, что кадры были сняты в 1933 или 1934, да неважно когда, друзья. Важно, что королева-мать отдает нацистский салют. И ее дочь Елизавета, которая на троне, когда фюрер в это время, в 1933 году, становится заметной фигурой в Германии. Друзья, он только в 1933 пришел году, как заметная фигура. То есть они говорят о том, своим салютом нацистским, о чем говорят они. Говорят о том, что они уже в это время поддерживали Гитлера. Молодого, так еще и канцлер был вообще-то жив. А они поддерживали Гитлера в это время. И каких обстоятельствах была проведена эта съемка, тоже неизвестно. Все скрывается. Сама королева, как обычно, не стала комментировать публикацию САН. Она никогда этого не делает. То есть не комментирует. Однако Букингемский дворец заявил, что разочарован тем, что газета решила предать эти кадры гласности. А чего скрывать, друзья? Если это есть, и если до сих пор они придерживаются нацистского салюта, то почему это скрывается? До сих пор я имею в виду принца Гарри. А то, что там какому-то другому принцу в голову приходит вскрыть это, а принцу Гарри пофиг все, ему, скажем, фиолетово, поэтому он так и относится. То есть ему и сейчас все фиолетово. И во дворце заявили, что печально, что фильм, снятый 80 лет назад, тому попал в чьи-то руки, и кто-то воспользовался. Друзья, ну это ваша жизнь. Как можно кто-то вот плохой воспользовался этой видеосъемкой. Просто почему-то идет двойственность, двойная жизнь. С одной стороны любят свастику, любят Гитлера, с другой стороны осуждают. То есть все народы должны осуждать, а вот правители любят. Получается так. Источник во дворце сообщил, что большинство тех, кто увидел эти кадры, поймут, что их нужно рассматривать в историческом контексте. Это семейная сцена, момент игры, когда жест, который часто появлялся в то время на экранах, был воспроизведен, возможно, даже в шутку. А освенцимы тоже в шутку. Получается так. Почему же освенцимы не воспринимать как шутку, друзья? Получается вообще двойственность нашего мира. Я еще раз вам повторяю, что правительства многих стран тайно любят свастику. То есть не свастику, а вот именно направление Гитлера сказали, что они как бы идут этим направлением. Они за него, они придерживаются. И все те их дети, дети команды фюрера, они, друзья, сегодня стоят на пьедесталах богатейших людей всех стран мира. Мы их не знаем, что он там Гиммлера сын, или он Бормана сын. Мы этого не знаем. А у Гиллера-то сколько, друзья, сыночков и детей по всему миру, и все богатейшие люди. Мы об этом опять-таки не знаем. Такая двойственность, двойственность нашего мира, она мешает нам жить. Я бы, друзья, предпочла одну идеологию, а не с двойным дном. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Букингемский дворец оправдывается за детские кадры королевы Елизаветы II, на которых тогда еще принцесса вслед за матерью вскидывает вверх правую руку в нацистском приветствии. Видео опубликовали сегодня. Какую реакцию оно вызвало, расскажет собственный корреспондент радиостанции Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева. Скандальное видео, опубликованное на сайте газеты САН, длится всего 17 секунд. Черно-белые кадры были сделаны в 1933 или 1934 году. На них будущей королеве всего 8 лет. Елизавета играет на поляне перед шотландской резиденцией Балмарал. Рядом с ней ее мать и дядя, принц Эдвард, а также младшая сестра. Все поднимают руки в характерном нацистском приветствии. Причем четко видно, это происходит не случайно. Елизавета вскидываю руку, смотрит на мать. Итакивает с удобрением и подбадривает. Очевидно, что группа просто репетирует нацистское приветствие. Реакция Букингемского дворца на обнародование видео последовала незамедлительно. В первую очередь, и у монарха возмутил сам факт опубликования кадра в пленке. Представитель королевской канцелярии обвинил журналистов САН в краже семейного архива. Но при этом аутентичность видео даже не ставится под сомнение. Это не подделка. Дворец поспешал объяснить. Сценка на полянке – это просто семейная игра. И скидывание руки в нацистском жесте – это просто отсылка к тому, что было в мировых новостях в 1933 году, когда партия Гитлера пользовалась безоговорочной поддержкой немцев. Как заявили во дворце, тогда еще никто не мог предсказать, к каким последствиям это приведет. Кроме того, как напомнили в королевской канцелярии, семья монарха во время Второй мировой доказала свою преданность британцам, своим служениям народу. Однако не все так просто, говорят историки. Эти кадры, где будущая королева Елизавета вскидывает руку в нацистском приветствии – еще одно историческое доказательство того, насколько сильно британская аристократия была очарована идеей нацизма. И первый среди них – это дядя королевы, принц Эдвард. Редактор газеты «Сан» заявил, они решили опубликовать видео, потому что оно имеет очень важное историческое и общественное значение для Великобритании.